МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Спорт вне политики". Так звучит основная концепция о карте современных Олимпийских игр, которую еще в 19 веке утвердил Герда Кубертен. Хотя похоже, что за последние недели эта концепция окончательно развалилась. Такого никогда не было, даже в суровые годы Холодной войны. Наши спортсмены оказались персонами нон-грата для мирового спорта. Российские клубы и сборные сначала лишили права выступать под отечественными знаменами, а потом и вовсе исключили из международных спортивных организаций и ассоциаций. Отменили мировые европейские чемпионаты, международные матчи, которые должны были проходить на территории нашей страны. А пара атлетов и вовсе выгнали с Паралимпиады за день до ее открытия. Как и где теперь будут соревноваться наши спортсмены? Отразится ли отсутствие сильных конкурентов из России на всем мировом спорте? Об этом поговорим сегодня. В эфире вечерний хэштег Дмитрий Чашков, Дарья Власова. И мы начинаем. У нас отмена. Российские паралимпийцы остались без главных спортивных состязаний, где их застала новость о запрете выходить на соревнования. Остались в игре. Мы вместе спорт. В Ханты-Мансейске провели альтернативные игры. Смогут ли подобные мероприятия полноценно заменить международные соревнования? Неспортивное поведение. Каких чемпионатов, кубков и соревнований лишилась Россия за последний месяц? Подробнее об этом поговорим с нашими гостями. У нас в студии Евгений Хромин, директор департамента по физкультуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области. Николай Полухин, трехкратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам и биатлону. Спорт слепых заслуженный мастер спорта. Леонид Гурьев, заслуженный тренер России, тренер областной спортивной школы Олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону. Ну и Наталья Проскурякова, двукратная чемпионка мира по бодибилдингу, посол ГТО в Тюменской области, заслуженный мастер спорта. Также на связи со студией на протяжении всего эфира Луиза Носкова, олимпийская чемпионка по биатлону, директор областной школы Олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону. Всем добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Ну, Николай, наверное, начнем с приятного и поздравляем вас с бронзовой медалью, которую вы получили в Хантамансийске. Довольны результатом? Спасибо за поздравление. Я личным результатом, конечно, недоволен, но доволен тем, что Паралимпиада все-таки для нас состоялась. Ну вот вернемся к тому, по какой причине вообще пришлось организовывать эти игры. Международный паралимпийский комитет сначала допустил сборную России до участия под нейтральным статусом без гимна, флага и герба, но затем изменил решение и отстранил наших и белорусских паратлетов за день до открытия игр. Конечно, в это время спортсмены уже находились в Пекине. Николай, вот для вас это должна была стать третьей Паралимпиадой, причем к этим соревнованиям вы готовились на протяжении 8 лет, потому что на прошлые Паралимпийские игры наших спортсменов также не пустили. Что почувствовали, когда узнали, да еще за день до открытия, что вас и других россиян отстранили? Не пустили только мужскую сборную по лыжным гонкам биатлона. У нас девчонки без нас соревновались, бились за командное место. Ну вас, собственно, не было, вы 8 лет что ли? Да, полностью мужской команды лыжных гонок биатлона не было. И мы готовились 8 лет к этому. Ну, мы летели туда уже с такой тревогой, потому что во время нашего полета было совещание. Лично президент Парсонс, который возглавляет IPC, он проводил совещание по нашему допуску. И нас допустили в нейтральном статусе. То есть нас сняли нейтральные атлеты из России, мы стали нейтральными паралимпийскими атлетами. Прилетели туда, заселились в Олимпийскую деревню, поехали сразу же с утра на тренировку. Очень хорошую тренировку сделали, посмотрели трассу, посмотрели стадион, пристрелялись. И буквально после обеда, кто-то может еще обедал, кто-то выполнял какие-то процедуры медицинские. Я вот лично на массаже в это время был. И мы узнаем, что нас отстранили. Ну, у всех сразу шок, не может быть. Я еще ребятам сказал, говорю, давайте, ребята, не паникуем, может это какой-то фейк, может какие-то слухи ходят разные. Ну, призывал не паниковать. Ну, буквально в течение часа вот эта суета была, и в итоге официальное заявление прозвучало, что мы отстранены. Ну, у ребят, конечно, сразу выплеск эмоций тех, которые они не реализовали. Ну, вы видели там гимн пели. Ну, такой эмоциональный такой момент был. Но потом на следующий день полное опустошение. То есть, когда грузили вещи, сумки, лыжи, многие просто ходили молча. Видно было, что ребята очень расстроены. Когда уже не злости, нет ничего. Не злости, потому что не можешь ничего сделать сам в этой ситуации. То есть, мы были бессильны. Решили все за нас. Решили, как обидно выяснилось, что уже сами спортсмены из других стран написали письмо или петицию, как правильно сказать. Ну, и подписались под ней. Подписали, чтобы не отстраняли? Нет, наоборот, чтобы они не выйдут назад. Да, вот я понимаю, у вас паника, Евгений Владимирович. Ну, у нас тюменские паралимпийцы всегда очень хорошо выступают на всех паралимпийских играх. По крайней мере, зимних, это точно. Паника, опустошение. Я понимаю, что они там в Пекине. Вы когда в Тюмени это узнали, как это было, что это было и какие эмоции вызывало? И что делать? Тоже фейки, давайте подождем час. Или уже все прям понятно стало? На самом деле, мы до последнего надеялись, что все-таки паралимпийские игры состоятся с участием нашей команды. Потому что, как Николай уже сказал, сначала информация об отстранении, потом все-таки принятие решений о том, чтобы допустить команду для участия. И буквально, как вы уже сказали, за день вот эта вот информация, на самом деле ужасная информация. И в этот момент, честно говоря, думали не о том, да, там срываются наши золотые медали, имидж там региона, страны. Нет. Мы думали вот, наверное, как раз о наших паралимпийцах, которые там находятся и какие эмоции переживают. Леонид Александрович, вот когда вы об этом узнали, какие эмоции вы испытали и, может быть, проецировали на себя, что бы вообще вы чувствовали, если бы с вашими подопечными произошла такая ситуация, когда отстраняют от участия в играх, тем более, когда спортсмены находятся там за день до открытия Олимпийских игр. Ну, для меня-то, конечно, был большой шок. Потому что допустить команду первоначально, команда уехала вся там, уже два дня тренировочных были. И потом такое решение принимается. И решение-то принимается с подачи спортсменов, можно прямо назвать тут страны, которые инициативу проявили. Это Канада, Голландия и Украина. И, в принципе, тут такая еще подоплека. Если мы российскую команду, значит, закрываем, то медали раздадим между собой. Потому что львиная доля медалей, когда они участвовали до Олимпиады на Кубках мира, на необщие зачеты ПВ играли. Там, по-моему, медали 67 было, вы завоевали в общей сложности. На последнем чемпионате мира, на лыжном чемпионате мира в Лилихамере, ну, если не половина, то треть медалей российская. И, понимаете, эти медали достаются им. Ну, это просто уже ребята, они наказаны судьбой, две Олимпиады пропускают. Но это пропуск двух Олимпиад, а ну к этим же Олимпиадам они еще готовились. Когда спортсменам, вот я говорю, если вам говорят, вы через 25 лет станете Олимпийским чемпионом, вы будете готовиться? Они сразу такой вопрос каждый себе поставили. А тут, когда уже все на кону, все на Олимпиаду попадают, отборы все прошли, приезжая на Олимпиаду и нам закрывают. Это, конечно, для любого нормального человека это большой шок. А перед этим, когда я еще смотрел Томаса Баха, это президент Международного Олимпийского комитета, на закрытии он говорит однозначно, что надо политикам учиться у спортсменов. Спортсмены – это большая семья, они помогают друг другу, живут, все общаются. Как это иронично, тут большая семья и постаралась. А потом через неделю весь спорт у нас полностью, и мы 80-й год были какие-то, у нас там санкции, потом 84-й год. И понимаете, мне тоже в голову не кладется, когда они бомбят ту же Югославию, тот же Ирак, ту же Ливию, ту же Сирию, и все нормально у них. А у нас вот мы спецоперация, значит надо всех наказать. И для всех, и министра Лаврова я слушал, он говорит, ну мы не ожидали, что со спортсменами так могут поступить. Андрей Геннадьевна, ну мы вот обычные телевизионные ведущие, мы немножко по-другому понятно, что на это все реагируем. Вы все-таки спортсмен, и вы знаете, что такое с юных лет вот идти к конкретному чему-то, вот к этому пьедесталу. Ваше вообще мнение насчет происходящего и чего делать? Злиться, кричать, говорить, что все плохие, или успокоиться, устаканиться, потому что потом что-то вернется на круги свое. Ну я уверена все равно, что все будет хорошо, и мы победим. Теперь вопрос, когда. Правильно сказали, сколько должно еще пройти олимпийских циклов, и нужна ли она вообще эта Олимпиада. Потому что в мечтах любого спортсмена, даже в мечтах меня как спортсменки, соревнующейся в свое время в неолимпийском виде, но когда нам говорили, что возможно бодибилдинг станет олимпийский, и я понимала, что если бы мне сказали, что вот через 4 или через 8 лет он станет олимпийским, я понимаю, что я бы продолжала готовиться, потому что были такие предпосылки к этому. Потому что для спортсмена это, конечно, самое высшее соревнование, какие только могут быть в жизни. И ты готов, готовишься к ним, и вся твоя жизнь, 24 на 7, 365 дней в году посвящена подготовке. И это 4 года как минимум, минимум 4 года. И как мы видим, и 8, и теперь уже и 12. Я вот сегодня у Коли спросила, я говорю, ты будешь дальше готовиться? Он сказал, да. Я на самом деле порадовалась. Потому что когда я услышала вот эту новость, я, во-первых, весь день доказывала знакомцы, им говорю, нет-нет, на самом деле их допустили. Мне говорят, да не допустили. Я говорю, да допустили, вот ну прям не может быть. И когда я увидела в новостях, когда ребята выходили в коридор, пели гимн, снимали все эти наклейки, я говорила, вообще красавцы, просто молодцы. Со словами, ну что они нам еще могут сделать? И когда вот Лили Хаммер, действительно, я смотрела чемпионат мира в интернете, когда весь пьедестал наш, 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 наш. Не, ну что вы хотите? А то, с чего мы сегодня начали, да, вот хотелось бы, конечно, тоже фразу такую. Спорт вне политики. Слушайте, спорт был, есть и будет оставаться политикой. Потому что спорт – это отражение силы и духа нации. И это для нас, для потомков победителей той Великой войны, это на генетическом уровне. Мы по-другому не можем. Вы посмотрите на наших спортсменов, которые соревнуются. Они же до последней капли крови, они до последнего капли пота готовы биться за свою родину, за медали. И даже смысл там, никогда ни один спортсмен не скажет, я борюсь ради денег, да, вот как Александр Большунов сказал. Да я даже не думаю об этом. Я бы никогда не достиг таких вершин. И так любой спортсмен скажет. Если ты думаешь про деньги, то это вообще другая история. То здесь ты думаешь реально о чести Родины, о том, чтобы принести вот эту вот радость и вот это чувство победы своей страны. Поэтому, конечно, хочется верить. Я верю в то, что все равно все будет хорошо. Но вопрос – когда? Сейчас давайте узнаем мнение об этом Илла Изнаскова, олимпийской чемпионки по биатлону, директора областной школы Олимпийского резерва по лыжным гонкам биатлону. Напоминаем, она сегодня с нами на связи на протяжении всего эфира. Илла Изна Николаевна, здравствуйте. А ситуацию с паралимпиадой, такого, кажется, не было никогда. Ну вот, что приехали и выгнали. Как вы отреагировали на эту информацию, когда узнали? Ну, конечно, реакция была неоднозначная. Вообще, эта вот вся ситуация, она меня потрясла до глубины души. Я даже записала видео, обращения. Вот, хотела поддержать наших спортсменов, специалистов, которые находились там, в Пекине. Мне кажется, что после вот этого содеянного президенту Международного Олимпийского комитета Эндрю Парсону нужно просто уйти в отставку. Потому что он не смог управлять организацией. И вот под давлением некоторых стран он пошел вот на поводу у них. Мне кажется, это вообще неприемлемое. А вот самое главное, что он нарушил, это были вот разрушены морально, какие-то этические принципы вообще вот всего человеческого, наверное. Вот вы вот тогда напрашиваете сам за себя. А для чего нам нужен такой руководитель? И для чего нужна вообще эта тогда организация? А правда, что вообще, исходя из правил Международного Паралимпийского комитета, комитет может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену без указания оснований? И эти решения нереально спорить, они законны, да? Ну, я думаю, решений эти, в общем-то, нет смысла оспаривать. Потому что вообще в своде правил в Харте, да, паралимпийских игр, этого вообще нет. Там наоборот стоит такой девиз, как паралимпийский девиз «Дух в движении». То есть это объединяющие такая паралимпийские игры, это объединение вообще всех стран, всех спортсменов, участвующих. Поэтому, конечно, такого нет пункта, чтобы не допускать спортсменов. Кого захотели, того допустили, кого не захотели, того не допустили. Поэтому, конечно, это нарушение. И прав человека здесь мы видим, и прав вообще самих ценностей вообще. Поэтому, конечно, этого не существует. Луиза Николаевна, оставайтесь с нами, мы к вам еще вернемся. Так что сейчас к нам присоединяются Станислав Чехлаев и Олег Колодичук. Напомню, что на паралимпийских зимних играх в Югре у тюменских спортсменов 11 медалей. Из них 5 завоевали Станислав и Олег, 4 золота и 1 серебро. А представляете, какие-то сильные соперники для других спортсменов, и что они могли бы привезти из Пекина. Но не пустили. Олег Станислав, здравствуйте. Обидно было уже приехать в Пекин и не попасть на паралимпиаду. Как переживали? Как вас поддерживали родственники, знакомые? Поддерживали, наверное, родные, близкие. Все равно переживали, все, наверное, всей страной. Ну, конечно, было бы обидно. Приехали, все время трасса, все супер, все шикарно. Ну, готовились 8 лет к этим соревнованиям, в принципе. И потом такое решение неприятно было. Какие вообще были отношения между спортсменами к нашей сборной со стороны других команд? Многие пристали здороваться. То есть, по приезду уже туда, в Олимпийскую деревню, некоторые просто ходили, как бы, ну, не общались, не здоровались. Украинцы не очень себя вели. Такие там оскорбительные речи толкали. Но мы не старались, не реагировать, не обучили внимания. Были ли планы по участию в международных соревнованиях? И как теперь быть? Какой у вас настрой? Сначала была апатия, да, действительно, хотелось уже. И когда мы были там просить, потом по возвращению домой, мы получили действительно сильную поддержку со стороны нашего правительства, со стороны организаций, поддержки болельщиков. И СМИ, да, активно, как бы, этот вопрос освещают. И, ну, как сказать, на самом деле это хорошо, потому что и молодые спортсмены, которых у нас тоже немало, они тоже видят, что поддержка есть, что они, есть смысл, да, готовиться в следующие 4 года, потому что, ну, задавали действительно вопросы молодые спортсмены о том, а зачем дальше готовиться. То есть, если нас отстранили, то для чего тренироваться. И так как у нас создаются и альтернативные соревнования, и приравнивают внутренние соревнования к международным штатам, то есть, все-таки остается желание дальше готовиться. Кстати, вот соревнования в Ханты-Мансийске стали полноценной заменой. Как все прошло? Ну, в целом, прошло все хорошо с точки зрения проведения соревнований. То есть, за такой короткий срок там были действительно созданы отличные условия, отличный праздник. И все было сделано до мелочей, потому что сувенированная продукция была. Ну, то есть, с точки зрения, опять же, соревнователей конкуренции, она была в нашем, по крайней мере, виде спорта на самом-самом высоком уровне. То есть, мы состязались с нашими лучшими топовыми спортсменами, кто по сезону был в лидирующих позициях, а не Кубки мира выигрывали. То есть, у нас конкуренция была высокая. И, в принципе, действительно, это была некая альтернатива и по конкуренции, и по атмосфере в том числе. То есть, атмосферу с Ханты-Мансийской, спасибо им за это, создали хорошее. Олег Станислав, спасибо. И новых побед и медалей. Вот, Николай, ребята говорят, что стало заменой. Вы согласны, что полноценная замена и что вот, как бы, эти соревнования? Да, замена была полноценной. И паралимпийские игры в Югре, в Ханты-Мансийске, мы вместе точка спорт, такое название им присвоили, были полноценными. Потому что, как сказали ребята, все лидеры, то есть, вся сборная России, можно сказать, каждый мог в каждой гонке бороться за медаль. И конкуренция высокая. Да, и мы составляли конкуренцию именно на международных стартах, именно своей сборной. Ну, у нас еще были ребята из других стран. Непосредственно с нами соревновались белорусы. То есть, это, благодаря этому получил статус международные паралимпийские игры. И, как заметили, как подвели итоги, действительно, мы выступили не хуже, чем на паралимпийских играх в Пекине. Потому что, все-таки, сравнивали время, условия были похожими, трасса была в Хантах сложная. И, как заметили на закрытии, наши руководители эти соревнования хотят приравнять к международным стартам и сделать игры регулярными, традиционными. Ну, какой они получат статус в дальнейшем? Игры стран Шоус, игры стран БРИКС? Ну, наверное, как-то решат, время это покажет. Да, они определятся. Буквально закрытие сезона в апреле-май месяце будут проходить совещания. Минспорт, правительство и паралимпийский комитет договорятся. И будут проводить, скорее всего, уже в новом сезоне. Мы будем соревноваться не только в России, скорее всего, и в Белоруссии, и в других странах. Ну, вот да, помимо России и Белоруссии участвовала также Таджикистан, Армения, Казахстан. Наша сборная завоевала 106 медалей. Спортсмены из Тюменской области принесли 11 наград зимних игр «Мы вместе спорт». Евгений Владимирович, вы довольны результатом? Более чем. Это, на самом деле, высочайшее достижение. Пять золотых медалей, три серебряных, три бронзовых. Ребята большие молодцы. Сегодня мы не сказали добрые слова в адрес Веры Хлызовой и Наталье Якимовой, которые выиграли и золото, и два серебра, и бронзовую медаль. Марина Голицына, умница большая. Ну и, конечно же, мы, наша делегация, с удовольствием встречали Станислава Чехлаева, Марину Голицыну и их лидеров в аэропорту сразу же после приезда с Паралимпийских игр, когда их отстранили. Вот эти первые эмоции, наверное, мы ощутили. Ну и, конечно же, нашу делегацию с зимних игр Паралимпийцев, Николай, Вера и Юлия Смирнова приехали. Поэтому встретили их в аэропорту, обняли, зарядились от них энергией, в то же время дали им энергию, нашей Тюменской. Поэтому я уверен, что все наши тюменские спортсмены, все наше тюменское сообщество за них переживали, как на Паралимпийских играх и разделяли вот это вот эмоциональное состояние. И, безусловно, в Хантамансийске очень благодарны нашим коллегам, которые за семь дней, за столь короткое время, создали исключительные условия для проведения соревнований. Они большие молодцы. Спасибо большое. Николай, спасибо вам за участие в нашей программе. И удачи вам новых медалей, новых побед. Спасибо большое вам. А, сейчас надолго прервемся. Вот о чем пойдет речь далее. Санкционный смотритель в России прошла череда отмен международных соревнований. Получится ли нам импортозаместить соревнования международного уровня? Противопоказания к примирению. Российские спортсмены столкнулись с предвзятым отношением международных федераций из-за собственных взглядов на происходящее событие. Редактор субтитров А.Семкин